В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Влияние ультрафиолетового излучения на кожу – проблема, к которой косметологи относятся более чем серьезно. Существует даже такое явление, как фотостарение. К типичным его признакам относятся чрезмерная сухость кожи, появление поверхностных и глубоких морщин, а также пигментация. В первую очередь, говоря о солнцезащитных средствах, необходимо понимать, что такое СПС. Это способность солнцезащитного средства отодвигать возникновение эритемы. Фактор защиты – это не насколько силен этот крем. Фактор защиты – это то, насколько человек может находиться больше на солнце без повторного нанесения крема. Косметологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства из профессиональных линеек, эффективность которых доказана многолетними исследованиями. Основные направления, на которые опирались исследовательские работы Института СТДР, основывались на следующих постулатах. Солнце не настолько вредно, как нам кажется, потому что недостаток Солнца вызывает нехватку витамина Д, который в свою очередь ведет к гиперчувствительности организма и особенно влияет на психоэмоциональный хон весен-зимний период. Если Солнца очень много и активность его агрессивна для организма, это тоже очень опасно. Поэтому продукция линии, солнцезащитная линия СТДР как раз регулирует солнце и приучает наш организм, то есть нашу кожу, к правильному использованию солнечной энергии, ультрафиолета. Происходит эта адаптация с помощью двух запатентованных технологий – Уфоэнсилиум и Адаптосан. Уфоэнсилиум – это комбинация активных веществ, которая стимулирует способность клетки к самозащите. Это первый патент. А второй патент – это Адаптосан. Он контролирует степень загара, интенсивность и пролонгацию этого загара. И после четырех дней использования препаратов Адаптосан кожа приобретает загар по интенсивности и по стойкости, как будто бы вы были на Солнце 12 дней. В данной линейке нет разделения на СПФ-фильтры 20, 30, 50 и так далее. Все средства делятся по степени активности Солнца и по трём типам кожи. Толерантная кожа – это кожа, которая очень спокойно воспринимает загар, восприимчиво к Солнцу. Толерантная, чувствительная кожа. Она загорает кожей и слегка обгорает. Интолерантная кожа – это реактивная кожа, возникновение пигментации, шрамы или вообще кожа, которая имеет аллергическую реакцию на солнечное излучение. Для третьего типа рекомендуется средство, которое полностью исключает солнечное воздействие на кожу. Эти же продукты подойдут и тем, кто желает сохранить природную аристократическую бледность. Крем, спрей, лосьон или пудру необходимо выбирать, советую со специалистом. Если же говорить о советах универсальных, то в первую очередь не стоит злоупотреблять пребыванием на Солнце и также перед отпуском в южные страны и после него навещать косметолога. Все это позволит не только сохранить молодость, но и эффект от мезотерапии, биоревитализации и других процедур, направленных на обновление кожи. Развитие модной индустрии в нашем городе, появление большого количества дизайнеров одежды всегда рождает потребность в профессиональных моделях. За последние лет 25 в нашем городе появлялось и закрывалось немалое количество агент. Одно из них возобновило работу после длительного перерыва. На протяжении нескольких лет модельное агентство Vision было известно благодаря участию в различных модных проектах нашего города. Собственным детищем агентства являлся конкурс Fashion Pro, победительницы которого не раз появлялись на обложках и страницах известных журналов. Не так давно, после многолетнего перерыва, агентство объявило о возобновлении своей работы. Начать решили с фотосессии с участием моделей одного из первых составов. Девушки уже состоялись в других профессиях, но не потеряли форму, драйв и профессиональные навыки. Мне кажется, вообще изменился мир. То есть, если раньше, 12 лет назад, мы снимали, работали на каталогах, когда какое-то швейное производство или какой-то магазин, пусть даже отдел заказывали, съемки. Сейчас просто вот этот бизнес Fashion, он стал очень быстро. То есть, создали платье, отфотографировали, нашли модель, сделали образ шикарный, пригласили стилиста, сфотографировали, продали. И вот сейчас, наверное, мы работаем конкретно в агентстве Vision над полным циклом. То есть, лично я эту моду понимаю от начала создания платья, лекала, посадки до... Ну, в промежутке, естественно, это продвижение этого товара, это фэшн-съемки, это показы, соответственно, это финальный продукт его продажи. Вот сейчас вот эта эра, она просто поменялась. И мне очень нравится, что российские дизайнеры, да и просто магазины, которые появляются новые, они разные, да, но в связи вот с интернетом, очень интересная, возможно, получится работа. Тенденция последнего времени – выход за рамки модельных параметров. Это касается и возраста, и пропорций. То есть, на подиуме вот в этом сезоне, на неделе моды в Милане, вот Эльзавета Франки, мой любимый дизайнер, сделала показы из Инстаграм-див. Вот собрала их, и они, конечно, выделялись, но они выделялись своей харизмой, не тем, что у них там какие-то параметры несколько других. Мне понравилась эта идея. И сейчас вообще в моде модно все, что нестандартно. Но и вот агентство Вижн как раз-таки будет отличаться тем, что у нас будет много возрастных моделей. То есть я хочу сделать это агентство открытым, чтобы, ну, как бы отвечать запросам любого клиента, любого магазина, любой одежды. Для этой фотосъемки пригласили фэшн-фотографа Дмитрия Болотина и мейкап-артиста Анну Дюрягину. Им помогали хорошая погода и стильная коллекция. Была поставлена цель как летней тенденции. Я использовала в основном цветные каялы, и самая главная летняя тенденция этого сезона – это макияж без макияжа. Легкий стробинг. Мы выделяли скулы, мы выделяли носик, мы выделяли галочку возле губ. Это все подсвечивает и очень свежо выглядит. Также у некоторых моделей были использованы цветные туши, что летом тоже актуально. Это просто ярко и красиво. Также в этом сезоне идет дань 90-м. И в тренде очень голубая гамма, бирюзовые, синие и голубые оттенки. Также очень актуальны глянцевые помады ярких цветов. Это наша совместная, да, как бы была идея, потому что в Челябинске лето длится 4 месяца от силы, и то так не считается. Поэтому лично для меня я стараюсь вот летом максимально съемок делать, потому что за зиму, за весну, за осень в студии устаешь, и уже хочется с естественным светом снимать. Даже там затянутые или наоборот ярко срогицы. Все, хочется больше на улице творить. Стремительное развитие фэшн-индустрии требует мобилизации всех ее участников. Именно поэтому в агентстве Вижн сейчас активно занимаются поисками новых лиц. На кастинге готовы отсмотреть всех желающих. Но конкурс Fashion Pro по традиции станет стартовой площадкой именно для начинающих моделей. Все краски летнего настроения в коллекциях от Max Mara Fashion Group. Изысканные и креативные идеи итальянских дизайнеров от бренда Penny Black на первом этаже ТРК Куба. Penny Black. За модой к нам! Цветочная мастерская Exotic. Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения Ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Мамма-пластика. Пересадка волос. Блефоропластика. Липосакция. Ринопластика. Лазерное омоложение. «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Телефон 211-23-23. Информационный портал «Моя новая жизнь.рф». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Сегодня выглядеть моложе своих лет, здоровее и привлекательнее можно при помощи специалистов эстетической медицины и косметологии. Не последнее место в этом списке занимают и представители стоматологического направления. Состояние зубов говорит о человеке гораздо больше, чем марка автомобиля, брендовая одежда и другие атрибуты успеха. А потому вопрос выбора врача чрезвычайно важен. Всероссийский чемпионат по эстетической стоматологии в нашей стране проходит уже в 20-й раз. В этом году принять участников и экспертов выпала честь Челябинску. Конкурсная часть чемпионата проходила на базе группы клиник «Стоматологическая практика». Мы уже 20 лет под эгидой Стоматологической ассоциации России проводим всероссийский конкурс, связанный с эстетикой стоматологией. Двухкомпонентный тур, один из которых заключается в восстановлении зубов с помощью средств пломбирования, так называемой реставрации. То, что можно после этого использовать в практическом здравомохранении, не обязательно в столичных городах, но и в малых населенных пунктах. Вторым этапом является медицинское отбеливание зубов, тоже осуществляется докторами. В целом могу сказать, что Челябинск – это город с высоким уровнем развития стоматологии. Такие практики, как стоматологическая практика, клиники, это имеет статус инновационных центров стоматологической ассоциации России. И население может здесь обслуживаться по столичным, так сказать. Ознаменован чемпионат и другим важным событием для Челябинска. Впервые стоматологическая практика получила диплом «Инновационный центр Стар». Большое доверие к нам и большое требование предъявляет данное звание. Соответственно, все технологии, которые есть в России, которые одобрены Стоматологической ассоциацией России, мы тоже готовы использовать на своей базе, в своих клиниках. Соответственно, мы должны соответствовать требованиям и стандартам, которые предъявляет Стоматологическая ассоциация России. Роль ее на данный момент поднимается и в законотворчестве, и в регулировании потребителей. Поэтому получить знак одобрения или знак Национного центра Стар – это большоество. Всего в чемпионате приняло участие 12 врачей-стоматологов со всей России. Среди членов жюри признанные профессионалы – доктора медицинских наук, профессоры, практикующие врачи с большим опытом из Самары, Кирова, Омска, Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. В первые годы у нас были простые критерии – красивые, некрасивые, естественно, баллы, системы там до 6-7 баллов мы рассматривали. И видя высокое мастерство конкурсантов, которые с года в год техниками овладевают все больше, и вот только детали различают победителей друг от друга. И в этой связи мы разработали новые, более сложные критерии, когда все этапы фотографируются, подведены в основную такую программу, «Пентюм» мы ее назвали, потому что 5 вариантов – цвет, форма, кривое прилегание, кривая адаптация, анатомия, функция – все по баллам входит в критерии отбора. Все жюри заседают отдельно, так сказать, в темной комнате. Мы даже шутили, пока дымок из трубы не пойдет, как в Ватикане. Пока все не проработается, и очень объективное жюри, оно не подвержено каким-либо симпатиям или антипатиям. Равные условия на чемпионате для участников обеспечиваются не только одинаковым оборудованием и материалами. У всех приглашенных пациентов практически одинаковое состояние зубов. Пациентов отбирали достаточно серьезно, и члены жюри сегодня тоже произвели замену у некоторых пациентов. Почему? Потому что, чтобы у всех пациентов была приблизительно одинаковая исходная клиническая ситуация, чтобы они могли и оказать помощь пациентам, получить такой прогнозируемый результат, и нашим пациентам, и чтобы наши конкурсанты были, у них была возможность проявить себя. Но сейчас тенденция в стоматологии – это минимальная инвазия, это минимальное препарирование зубов. И для того, чтобы понять, насколько надо сточить зуб, а может быть во многих случаях 90% не надо трогать зубы пациентов, врач должен провести диагностический этап. Он должен проанализировать ситуацию в полости рта, понять проблему пациента. И тогда на основании этого он уже делает свое планирование. То есть прежде чем врач возьмет в руки Бора и начнет что-то такое во рту делать, он должен посмотреть статус пациента, проанализировать его. И сделать на основании этого досковой прототип зубов. Это техник в специальном приборе, который называется артикулятор. И как раз у них стоматологическая практика одна из первых в России ввела такой протокол в свою работу. Они проводят диагностику, видят финальную форму, представляют ее пациенту. Можно примерить эти зубы, и пациент увидит себя и поймет, да, мне это нравится, мне хочется так выглядеть. И только после этого уже врач начинает смотреть, да нужно ли трогать зубы. И в большинстве случаев, так как они стерлись и стали меньше, их не надо трогать, их надо добавить. И вот как раз вот это, я считаю, одно из важнейших направлений стоматологии сегодня. По результату чемпионата первые места достались представителям Москвы и Чебоксар. Молодые врачи-стоматологи из Челябинска выступили также достойно. В номинации отбеливания второе место заняла Анастасия Парфенова. А в номинации реставрация также второе место завоевал Александр Халдин. Чемпионаты и конференции проводятся с главной целью – повышение уровня профессионализма специалистов. А от этого всегда должен выиграть каждый пациент. Это Бьюти Тайм. Далее о выпуске несколько стильных комплектов, собранных из коллекции наступившего сезона. Учебники по стилю 80-х годов диктовали правило, что в идеальном комплекте должно быть не более двух цветов, один из которых главный, а другой его дополняет. Начиная с нулевых, количество допустимых тонов увеличивается. И уже давно стилисты говорят о необходимости трех или четырех оттенков. Но есть у этой тенденции и обратная сторона – монохромные сочетания, где все элементы одного цвета. Если говорить о летнем сезоне, пожалуй, самым понятным и предсказуемым будет сочетание белого с белым. Подходит для любого возраста и ассоциируется с отдыхом на побережье. Более приближенным к условиям мегаполиса считается бежевый монохром. Что касается цветных вариантов, их лучше всего подбирать из числа актуальных оттенков сезона. А вообще, когда как не летом носить яркие краски? Они органично будут смотреться как ярким днем, так и в прохладную погоду. Элегантный дизайн новой коллекции. И неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Имидж-клуб Светлана представляет. Фестиваль детского творчества. Хореография, мода, театральное искусство. 22 июня. Дворец пионеров имени Крупской на Алом Поле. Партнеры проекта. Сады России. Лига джентльменов. Производственная фирма «Вера». Рекламно-производственная компания «Скайлайн». Подробности на сайте светлана74.ру Цветочная мастерская «Экзотик». Последние тенденции флористической моды. Букеты и композиции для выражения ваших чувств. Оформление свадебных церемоний. Дизайн интерьера и экстерьера. Галерея цветов на труда. Павильон 3. Телефон 777-1011. Работаем круглосуточно. Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Диагностика. Правильное питание. Аппаратная и инъекционная косметология лица и тела. Фитнес. Тренажеры. Танцевальные программы. Позитивная психология. Дом эстетики и медицины «Формула». Мы делаем этот мир легче. Телефон 211-50-30. С 30 мая по 30 июня. День одной цены. Специальные цены на часть коллекции тканей в салоне тканей «Тесура» на Тимирязева, 26. Все выпуски «Бьюти Тайм» всегда на сайте bt31tv.ru. А у меня все. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук.